Ольга Контарева и ее единомышленники увлекаются экстремальным спортом, кайтсерфингом. Это катание под парусом, похожим на парашют, по водной глади. Естественно, для таких упражнений нужен ветер. Вот его-то и ловят в Египте любители кайтинга. Ветер там дует всегда и особенно сильно в сезоны с февраля по май и с августа по ноябрь. Мы ездим самостоятельно, то есть покупаем билеты либо на самолет, либо также летаем чартерами. Но живем мы не в гостиницах, живем мы на яхте. То есть мы фрахтуем яхту на целую неделю и уходим на необитаемые острова, коих в Красном море достаточно много. Яхту обычно ищут через интернет. Есть суда с русскоговорящим экипажем. Путешествие с обучением начального уровня, проживанием и трехразовым питанием обойдется примерно в 50 тысяч рублей за неделю, как пляжные каникулы в Таиланде. Но впечатлений гарантированно будет больше. Это может быть дайвинг, это может быть вейкбординг. Вот в прошлом году, когда я доездила, я устроила некую такую экспедицию этнографическую вглубь острова. Мы там открыли, допустим, лагуну и мангровые заросли деревьев, где куча птиц. В принципе, это единственная живность на островах. На сафари, так называются организованные выезд кайтсерферов, собирается компания «Человек в 20». Единомышленники, даже незнакомые заранее, быстро обзаводятся новыми друзьями. Но если от хандры эти путешественники не страдают, то царапины и травмы вполне могут испортить отдых. Всегда делайте медицинскую страховку. Любая страховая компания вас застрахует без проблем. Месяц пребывания в какой-нибудь такой стране может стоить порядка тысячи рублей. Учитывая водные риски, занятия кайтингом, дайвингом, в конце концов. Это важно. Почему? Потому что за границей медицинское обслуживание очень дорогое. А вот виза в Египет сравнительно дешевая. 15 долларов в аэропорту Хургады и пропуск на 30 дней в мир приключений и спорта у вас в кармане. Осталось только напомнить, не перегружайте багаж одежды и большую часть времени проведете в купальнике или гидрокостюме.